здравствуйте друзья сегодня поговорим о видах погрузчиках особенностях работы на каждом из них довольно таки поверхностно но расскажу и в чем отличие в чем плюсы работа на каждом погрузчике так такая обычная картинка покажем воздух для комплектации пиановой young heroes такие музыки для сбора заказов на высоте отдельно покажу видео отдельно расскажу про этот погрузчик но суть такая что перед тобой стоит палета ты из кабины поднимаешься и соответственно собираешь заказы впереди себя у тебя постоит получается палета и ты на высоте это может быть 10-15 метров собираешь понемногу заказа второй вид погрузчика видим узкопроходный штабелевый штраф этот погрузчик тоже кабина поднимается как и в первом случае как и с этим кабина поднимается вместе с тобой но ты не собираешь заказа ты просто оставишь либо снимаешь палеты это такие штабелеры речь траки для того чтобы ставить палеты в узкопроходных местах то есть есть склады где специально сделаны такие узкие расстояния для того чтобы максимально комплектовать товаром и вот такие погрузчики необходимы именно для таких мест к ним обычно подвозят на обычных вот таких погрузчиках подвозят палеты и те уже забирают непосредственно возле въезда в регалы забирают уже палеты и ставят вот мы видим оператор вот видим погрузчик сбоку третий вид погрузчиков самый распространенный и кстати по поводу второго погрузчика это один из самых сложных погрузчиков еще называть комбайн комбайн как бы погрузчиках сложных потому что тут нужны навыки но и в некоторых случаях оплачивается немного выше чем просто на обычных погрузчиках переходим к третьему типу погрузчику возле к ведловой спасеровый или газовый погрузчик соответственно есть электрические погрузчики возле к ведловой электричной здесь отличая в том что здесь стоит и газовая остановка он работает на газе но чем в том что газовые погрузчики работают на улице под открытыми навесами то есть там где выхлопные газы от газа не будут вредить окружающим мусом это открытые площадки улица это ангары это работа под навесом под открытым но это самый спортивный вид погрузчика на него остальные права нужны и получают основные права основном погрузчики следующий вид погрузчика возле к ведловой бочны бочняк по разуму называет этот погрузчик имеет массу видов вот видимо здесь один из видов это вот такой погрузчик тоже осмотрю отдельно все погрузчики или вот такой вот так как бы такие экзотические много в основном это вот такие погрузчики которые работают на скале снимают по лету заезжая боком в регалу либо поднимают по лету тут необходимо сказать что они немного менее скоростные чем простые погрузчики но они зато снимаются с высокой высоты то есть могут достигать 10 и выше метров высота товара с которой необходимо снять но соответственно как бы риск повредить по лету с такой высоты больше чем с простого погрузчика следующий вид погрузчика это наивысшая категория 2 2 категории с наивысшие последние того закрепила телескопова и рич стакер сейчас скажу очень кратко но но очень конкретно про эти погрузчики возле к ведловой телескоповой это погрузчики то есть это тоже как обычный погрузчик только усиленные колеса усиленная рама и мы здесь видим что выдвигается непосредственно не только вилка но и двигаться такая мачта но он применяться в сельских хозяйствах на стройке еще масса куча применений следующий по вид погрузчика так это для элиты или для самых персональных водителей погрузчиков рич стакер рич стакер либо погрузчик для погрузки разгрузки контейнеров морских контейнеров которые приходят в порт либо это же д пути то есть железная дорога либо это автотранспорт с которого необходимо перегрузить эти морские контейнеры либо загрузить и вот как бы это самый такой сложный вид погрузчика но самые высокооплачиваемые причем по моим личным наблюдениям по серии эти два погрузчика возле к ведловой телескоповой и рич стакер это самые высокооплачиваемые виды погрузчиков и не только самые высокооплачиваемые а еще есть и такой нюанс как людей меньше на нем ездят то есть меньше профессионалов соответственно как бы больше спрос на такой узких специалистов естественно зарпата будет немного выше то есть если на обычных погрузчиков ездят почти все можно поменять вас как специалиста по причинам ну допустим не встраивайте не быстро не очень быстро работаете или работаете по каким-то определенным дням часы больше не хотите брать и так далее и как бы тут на таких погрузчиках обычно очень тяжело найти водителя и поэтому водитель на вес золота ну вот как бы принципе каши который хочет зарабатывать много хорошо и иметь работу в достаточно перспективе должен стараться со временем садиться на эти два вида погрузчиков причем возле к ведловой телескоповой это практически везде это сельское хозяйство это строительство это те же различные базы строительных материалов и так далее то речестакер это узкая очень узкая специализация но она самая высокооплачиваемая именно потому что морской контейнер который 20-40 тонн это высокая ответственность это высокий порог высокий порог ответственности поэтому на речестакеры очень очень нужны люди которые умеют ездить не только получили права на умеет ездить как получить опыт расскажу других видео а сейчас как бы так очень кратко рассказал про все виды погрузчиков покажем погрузчику я скажу отдельное видео постараюсь максимально раскрыть тему но вот как бы есть вот такие основные виды погрузчиков друзья напишите комментариях если какие-то погрузчики я не указал если сделал где-то ошибку но думаю что ошибку не допустил но все-таки напишите комментарий что вы думаете по этому поводу поставьте лайк подпишитесь на мой канал всем хорошего дня спасибо